всем привет продолжаем играть властник колец битва воинств значит у нас получается в день выхода этого видеоролика да будет старт на юр зоне вот поэтому всех жду взял и к халдуна просто на злодеях там этих полутролли взял он сейчас быстренько пройду испытания что-то кстати у меня к халдун немножко как-то разбился странно это ну да ладно по шмоту как-то вообще не густо пока что вообще терпеть не могу когда оставит вот эти вот все нанималки на вот эти вот различные без варианта выбрать хилку ну типа у меня сформирована армия зачем мне еще какие-то непонятные личности фалгин бедолага 800 урона нес охренеть это как бы 7000 метателей них вот единственная беда у метателей да то что у них большой разброс это прям просто капец целая проблема так ну в принципе все здесь я закончил надо давай награды тут вот единственно что можно сундучок покрутить немножко а завтра у нас получается обновление выходит годовщина так не тот сундук немножко в привычку уже вошло тут принципе да у лук выпал ничего правда мне с этим луком делать ну да ладно пускай валяется так тут в общем то продолжается пвп арена портов все больше и больше тут уже застроили все просто капец неужели нечего больше делать всем посылаю сюда своих командиров наверное даже будут их бить здесь партии прям не знаю надеюсь что нет не хотелось бы порт потом строить в общем так обстоит обстановка на сервере вот так все выглядит к сожалению нас с рейтинга скинули линдон болен все они не могли угомониться поэтому наград мою чуть меньше получим не получим вот эти 100 очков вот ну и плюс значок да будет обычный не она может быть конечно мадар ток мы еще возьмем будет видно так советая сразу разошли с на ускорение мне помню а нет есть одно есть чё тут конфликта да хрен с ним с конфликтом метрил это понятно что еще ясно ладно на испытание и возьму посланцы хотя здесь нежить рекомендованы а мол такое себе возьму посланцы как я его сейчас обычно использую почему ты не можешь равномерно распределить ну как то так в общем то хирган на кстати сегодня на светлый светлом сервере в общем то несколько отчетов в мировой чат попали интересных так можно фалангу взять или стража лучше даже в общем то сегодня пиппина скидывали с его мечом на десятом уважении там против леголаса по моему на 10 уровней меньше 0 галас 37 был пиппин то ли 46 то ли 47 вот но суть в том что у них там пиппин чуть-чуть выигрыша буквально но как бы надо понимать что разница в 10 уровней плюс там как бы у него н ты были хоббиты всадники и плюс еще этот как он называется ну короче катафракты гондорские хотя шмот немножко страшно странный там фейерверк на дальний бой да ладно чем такое себе ну и второй счет был ссоре ари с рогаткой которые порвал короля чародея так куда мы пойдем наверно страх можно взять не только снизить урон врагам но еще и станете хороший навык вообще страх очень даже хороший надо боли на уважение поднять чтобы он мог брать ну то есть все те навыки которые мне необходимы в первую очередь да это ветка урона игнорирование защиты и потом уже собственно так возьму моего песен вот и потом уже спокойно хватало ему на страх там условно с возрождающим кстати что за перк такой себе вот кстати есть сумерки с контрударом урон армии кавалерия короче понятно тут только рассечения есть смысл брать типа есть контрудар и на светлой стороне как вариант дать каком-нибудь балину хотя бомбалин верно не может до таскать этот меч даже не посмотреть хрен с ним в любом случае это самая дерьмовая голдовая шмотка какая есть блин вот тут и два света по идее там всего три неиграбельных командира у тьмы конечно на ситуация печальнее кто у нас там дэнатор не играется не играется ладан ну и фродо сэм плюс-минус остальные все а еще и мрахиль еще же мрахиль есть замечательный надо на на 4 ладно 4 командира если я никого не забыл а я наверное забыл так отравлением отравление возьмем зачем не из посланца делать к халдуна с нога траки у меня кстати валяются в казарме с нога траки 750 или 850 штук что ли я их за 100 с лишним тысяч золотых монет купил на плитке там торговец стоял и к ним подошел мне сказал бери покупай почему бы и нет там кстати всего один стек можно купить я думал все три но нет один лишь на выбор эльфы получаем урон снежа блин вот мне бы на гиль голода вот такую арфу с этим перком просто замечательно арфа еще и 15 защиты 15 защиты эльфам это много потому что они деревянные картонные этом для них это очень хорошие цифры но о чем тут говорить даже у титул у гильгалада на уклонение он дает 10 защиты эльфам а если бы у него еще был навык как у злых командиров на 35 защиты ух вот лучше бы его дали вместо контрудара бесполезно который на гильгаладе не работает властитель бед гнилоуст на властителя бед возьму хотя блин у меня же есть свой властитель бед здесь их ну ладно поздно вспомнил не знаю вроде играю сейчас посланцем до прохожу а мне почему-то кажется что в халдуном это странно может быть потому что по потерям он похож ладно что у нас сегодня ничего повозья и на стоечка а мне же надо три штуки по моему до уважения следующего может быть сейчас даже на что же неплохо неужели правда повышу да да седьмое уважение посланец но вот как то так теперь на старте будет проще им стартовать чуть больше очков навыков будет в принципе все докачать вестника вот этого властителя остальное все в черному минорца отличный командир хороший очень мне нравится и да кстати наверное в начале третьего сезона или в конце второго мне надо будет шмот перебрать вот посмотреть потому что мне тут оружие добавилось ну короче там шлемов он целая тонна надо будет что-то склепать а кто-то он даже саундтрек да работает осаждаем что-то так в общем у нас дела вот так обстоят здесь давайте посмотрим что-то подвытеснили до нас я почему так короче где-то вот здесь мы были закреплены вот сейчас немножко нас подвытеснили мы конечно потихонечку сдвигаем все равно так он даже если по маркером посмотреть да у нас как бы здесь тут там потихоньку сражение идут новое королевство создается клан дарк правда и и асал я не знаю что это за кланы я не видел чтобы они вообще дрались пока что это пока что выглядит очень по фермерски ну да ладно плов продолжает нам помогает сражается синие фракции новая фракция появилась как видите вот и эта фракция получается у нас розовый плов в лозовую розовый банк вернее плов черный на пригоревший немножко вот а розовый банк до розовый банк сражается с audi блин забавное название фракции вообще тут вся тема блин почему ними на такой цвет выбрали так а здесь по моему обновилась а нет сезонка еще не обновилась еще два дня тут он репутация фалгена лежит я немного не понимаю в чем прикол почему вот здесь играет музыка это новая типа с чего ей тут играть ну то которая типа новая на осаде но вы слышите и сейчас то очень странно она кстати довольно странная сама по себе эта музыка ну да ладно сейчас не об этом орг или человек на но тут я даже не знаю чё блин не листаешься возьму фалгена просто я в общем-то посмотрел сейчас на данный момент лучше использовать его в саппорте вот результаты получше получаются гибриде он чего-то чудит ну и так если посмотреть гибридная ветка скоро станет не актуально относительно скоро как только я возьму щит потому что это недостаток считал он не дает статов именно мощь не дает из-за этого как бы у фалгена будет мало мощи да ладно тут хотя бы перк ладно арфа так сотрясающий удар капитан рук хай зашибись блин отличные навыки для гномов просто замечательно мне бы оружие у фалгена поменять мотыга нужно не ему от ига нужно другому типу а ему и молота какого-нибудь хватит так бешенство вот это нам не надо бешенство при защите хороший титул но к сожалению в данный момент он здесь не актуален вот если бы плитки на меня нападали это другое дело так шлем злодеи получаем урон зашибись опять на злодеев а тут он вообще призраки блин и пираты союзная цель с 20 с 20 процентной вероятностью безумия такое себе возьму черному минорцы чтобы фалген дополнительно фокусом бил хотя бы так вообще надо докачивать до 50 уровня фалгена там он себя начнет нормально проявлять потому что сейчас пока что чё ты ему такие себе лучше чем были пару дней назад но все равно так я думаю черную мантию возьму вот но как мне помнится по прошлым сезоном там в принципе то же самое было то есть на 40 плюс уровне почему-то он себя не очень ощущает фалги на вот именно на хайлевеле он уже начинает как-то вот раскрываться куда лучше очки талантов просто нужны ему ну вот и все так абсолютный лидер хрень хрень ну короче только владыку песков брать не все полгена владыка песков но хотя бы метатели блин а тут роли мне напихали мне конечно неплохие все эти тролли но не в этой ситуации скажем так метатели правда много теперь слишком много да ладно у дунское копье немножко баб ним козлов так все союзники всплеск серый в принципе серого взять пусть отхиливаются потихоньку я кстати вчера ходил на этих на боссов же получается вчера да и в пвп плюс я так заметил в общем то уравновешенность на единичку хилит где-то 45 тысяч здоровья это довольно много я считаю поэтому хилку можно вкачать как бы всего-то 7 очков там 30 тысяч где-то 35 дадут хила но это только у фалгина так работает у того же два лина это не будет так работать потому что у него нету столько навыков на снижение урона то есть два лин больше урона получать чем фалгин вот ну и все подобные командиры поэтому это работает именно только у фалгина так можно молоточек взять а здесь ничего выбор очевиден там еще 34 гундабада сейчас попрощаться с метателями сразу оглушение фокусированный гнев оглушение возьму до страх ну плюс защита но с щитом будет очень много защиты как бы кольчуга дает дофига если еще молот поставить у меня же есть молот точно такой же на защиту там вообще жить сколько брони будет но по крайней мере против физики вообще будет легко стоять на и в принципе против огня фокуса так можно волшебника взять ну просто как бы снижение урона же еще есть с титула раз с навыков с вот этих всех короче да хватает и сильдор кстати гендальф белый я так недавно думал может быть мне его как-то вторично докачать до 5 уважения чтобы был вариант им где-то как-то поигрывать в случае необходимости но блин это надо много ресурсов я гиля три сезона apple до 5 уважения это прям ну так чисто пассивно то есть белое деяние выпало я взял гендальфу оставил условно опять же если я буду оставлять скорее всего я найду другое применение этим вещам вот они просто не смогут засейвиться бродячий тренер так рада гаст это все конечно замечательно но у меня рода гаста нету сожалению я бы может быть им поиграл бы потому что он полезен в некоторых ситуациях где надо просто пробкой заткнуть дырку как бы он идеально подходит отверстие точнее да ладно что у нас тут они будут ты можешь не взорвать ничего пять минут пока я тут открываюсь а раз опа массивная кираса пришла а можно мне шлем пожалуйста у меня шляпа гендальфа двухзвездная меня надо два шлема чтобы сделать три звезды и желательно чтобы выпал какой-то другой шлем потому что шляпу гендальфа я не хочу а что за перк союзные юниты с наименьшей защитой защита плюс 5 вот это кстати интересно то есть неплохо неплохо надо посчитать сколько это будет защиты но блин опять же мифрил к конечно же лучше это все при бомбасы больше для троллей там вот это вот так а можно что-то нормальное нет нельзя ладно три репутации на фалги на есть да в сундуке мне надо еще пять ну ладно две еще есть карт еще три надо срастить на боевой пропуск сейчас вариантов к сожалению нету блин сколько мифрил к дает без звезд я забыл надо посмотреть рост сравнить ну вот смотрите да массивная кираса где она ну большие юниты я не буду брать как бы у меня нет больших юнитов я за добро играю десять защиты первых дает еще пять ну то есть на пяти звездах это 30 защиты да здесь а здесь 12 36 но дает мощи зато да чтоб тебя не ну просто чисто за счет покраски за счет покраски этот перк лучше потому что здесь на 6 процентов весь урон как бы а там плюс 5 защиты и только юнитус наименьше защиты но опять же это тогда защита пошла бы чисто метателем до на кого вообще можно ставить ту кирасу люди и эльфы а то есть эльфы тоже тянут интересно существенная защита ну то есть это гильгаладу подошло бы условно но опять же что мешает тогда ему мифрильную кольчугу и то же самое тогда дать он даже лучше будет короче хрень это массивная кираса я пришел к такому выводу хотя нет нет все равно шкура получше минус 3 потому что получаемый урон дополнительно тут а тут плюс 15 защиты просто для лучников это для одного лучника а здесь для всех поэтому до пролете ну блин не шлем надо мне вот это вот шляпа она мне вообще нафиг не нужно я ее сделал просто потому что я хотел то ли гендальфа то ли кого я протестировать а у меня ничего нормального не было то лебединый шлем то еще какая-то хрень у меня были золотые шлема нормальная может 12 силы но они были самые первые которые у меня были и как бы я к сожалению их потерял вот ну на херню обменял да будем говорить прямо но это было давно я не разбирался поэтому да как то так и вышло так ладно немножко отчетов это я взял самые такие нормальные интересные нигде там допустим сухой от лед все в этом духе хотя вот это не знаю зачем сюда за мне не понравилось то что легалас много урона здесь получил да хотя тут гель как бы 149 то есть недобиток кстати гелью третье уважение муштра взята серьезно просто одно очков никуда ладно мне то что мне это наоборот в плюс да есть вот такой отчет против горбога вот против горбога как раз у меня гель галат я что-то там фигней зарядил всякое его он сдох он тут горбок такой да прям заряжены правда таланты как-то странно распределены типа почему нельзя было на единичку взять шанс на безумие ну ладно может быть из-за того что она перебивает шлем типа потому что в одном и том же раунде примерно работает возможно из-за этого кстати она что там на минус огонь а нет нарвение ладно ну такой отчет есть потом тут двален как бы да намного больше уважения чем легалас плюс очень много вот этой брони всяких снижений для гномов вот такой результат плюс легалас рандомный плюс как бы он вообще у меня не в основном составе у меня основной состав это болен фалген и гель то есть легалас он просто но на сдачу типа сделан из второстепенного шмота которая могу там зависимости от каких-то моментов менять не менять в общем есть вот такой отчет нашествие грим здесь у нас просто повсюду и все выглядят одинаково гримы под копирку то есть война клонов у нас происходит одинаково абсолютно прокачка ну то есть по сути его контрить только преследованием и анти безуми все больше вы ничем гриму не законтрите как бы ну или вот снижениями урона да как у меня вышло потому что я ходил в этом в гибриде вот и фалген сдыхал как в гибриде вообще не вариант идти вот еще один грима у хоть и не полный но опять же но это хорошие отчеты вот опять же видите смотрите лечение блин 4 400 это я на единичку всего лишь прокачал поэтому да как только выкачу парирование или как там это херня называется на парирование вот можно будет пойти уравновешенность добить потому что тут очков у меня принципе хватает так после этого еще один грима тут просто куда не идешь везде на гриму напариваешься от безумия особо ничего не нанесли опять же неплохой хил да но тут женицы как бы вырезают метателей конечно неприятный момент ну и как бы дам об горбога убился он тут горбок прям такой заряженный кстати здесь взята проклятие порчи да тут два раунда здесь каждые два раунда но это надо смотреть хотя вот перк говна если честно два раунда плюс 15 процентов к защите серьезно кажется такое себе вот если бы просто плюс 15 к защите тогда да неплохо хотя опять же он на базовую защиту апает здесь поэтому очень неплохо так я вам скажу 64 72 но считайте сотки 15 процентов и то есть плюс 15 защиты по сути кстати чат не сильно улетел вот он тот самый ория пожалуйста король чародей тут ну просто пенетрирован он здесь понятное дело что как бы воитель одинокой горы плюс нагрудник вот но в целом как бы тут видите через метателей до как бы 3000 но при этом нету бафов на урон для метателей потому что музыкант не взят и то есть не фейерверка ничего нет рогатка она не дает урон она просто дает шанс на максимальный урон в каждом раунде то есть это родной урон метателей считаете вот а если поставить кирасу которая урон здоровья и мощь дает ну гномскую вы знаете о чем я говорю фейерверк я думаю очень неплохо себя будет показывать но опять же вместо долгоборода я бы наверное лучше ушел бы в музыканта но это я бы например так сделал потому что сам ори как бы но он немножко накидывает конечно восемьдесят две тысячи одной веткой считаете да но это мало эта ветка она обычно около сотки выдает то есть на четверть где-то по урону просел ория но опять же него 262 мощи это не командир мощи пусть он не до дешник он саппорт именно больше вот у него и статы как бы все плюс-минус одинаковые ну и баланс он вроде как специализация хотя есть вот еще отчет скинули в чате этот же самый ория против к холдуна получаем урон с 25 процентов при воздействии глушение безумия блин интересный перк это как у этого ора горна короля у него же четвертый титул точно также работает только на людей он а не на злодеев там или минус фокус ну и короткий меч предводителя норм такой вот к холдунишка короче на что-то тут вообще прям кисло панту жнецы вырезали их просто поэтому но опять же жнецы на к холдуне это очень специфично скажем так она к сожалению отчет с пиппи нам я не смог найти он слишком далеко уже улетел часть сильно промотался да подождите-ка они это теория а ну вот он вот он пиппин пожалуйста то есть тысяча этих я думал гондорская нет не гондорская роханская конница 40 энтов и хоббицы но вот результаты как видите ну на 50000 где-то больше мари с пиппи нам накидали но опять же 10 уровней разница за счет хила вот вот так он выглядит тут уклонение там не помню что тут безумие вроде как ну раскачка в принципе пожалуй единственная раскачка мэрии пиппина наверное да тут другого ты просто ничего не придумаешь вот сюда вот хоббиты лучники напрашиваются честное слово и вот такой у нас легалаз здесь немножко странный по шмоту не знают эти две шмотки они же мало мощи дают ладно на этом я пожалуй видеоролик буду заканчивать такой он тут у нас сегодня вышел ждем годовщину скоро буквально уже завтра она получается начнется ну а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи